Привет всем! Продолжаем! У нас мастер-класс по горловому пению, открытая программа, и сегодня мы поработаем с бубном. Вот такой замечательный инструмент появился у меня в руках. Инструмент от нашего екатеринбургского мастера. Володя Шабала делает инструменты. И вот сегодня мы в творческом пространстве в орган ЕКБ рассмотрим тему, как петь обертонами с барабаном или с бубном с музыкальным инструментом. В зависимости от того, какая практика вас интересует, разумеется. Все практики используют какие-то свои темы. Кто-то использует звук, кто-то использует ароматы, кто-то использует какие-то мантры, медитации и так далее. У каждого свои темы, кто-то использует дыхание. Разумеется, тему дыхания мы тоже заденем с вами, затронем. Но для того, чтобы освободить сознание от лишней суеты, от лишнего какого-то потока мысленного, лучше всего сесть и поиграть просто без мысли на инструменте, чтобы тело само играло. Вы при этом можете чувствовать что угодно, лишь бы вам было хорошо. Бывает, что просто послушать звук инструмента уже позволяет настроиться и перейти в какое-то совершенно другое состояние, в котором вы сможете по-другому посмотреть на какие-то вещи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Разговаривая музыкальных инструментов, В инструментах можно много уделять внимания качеству выделки кожи и насколько правильно собран инструмент, обращать внимание на какие-то там нюансы. Но самое главное, чтобы инструмент был вам созвучен, чтобы вы с ним могли звучать. Когда вы можете прикоснуться к груди инструментом и позвучать его об тело, ощущение должно быть приятное, комфортное. Я знаю мастеров, которые играют над головой, держат инструмент, вот таким образом прозвучивают себя, либо человека целиком. Целиком. То же самое обертонные, природные вот эти вот вибрации, достаточно такое плотные, низкого порядка, обертонные вибрации проходят с помощью бубна через всё тело, и таким же образом гармонизируется тело. Ну а вам, как изучающему звук, человеку интересно, наверное, будет позвучать совместно с каким-то предметом, звучащим инструментом. Потому что мы воздействуем на себя, либо на пространство, да, бубном, и своим голосом изнутри поддерживаем волну. Таким образом, наши вибрации усиливаются, наша волна усиливается. И то, о чём мы работаем, о чём мы думаем или не думаем, лучше, ну, практиковать недумание в практике игры, потому что, ну вот, на мой взгляд, это самая экологичная работа. Тогда энергия, которая есть, которая накоплена и которую нужно реализовать, она в творчестве реализуется, и вам становится, ну, как бы, тот расход, тот лимит, который есть, он как будто обновляется, то есть вот как кровь обновляется. То же самое и с ресурсом, с энергией. Когда вы поёте, когда вы играете, вы генерируете ресурс, и тем самым вы сами являетесь потребителем этого ресурса. То есть это такой способ генерации энергии и обновления энергии. То есть за счёт игры на инструменте, за счёт пения мы уходим вот в это состояние, в котором можем играть целую вечность, и это состояние, оно, на мой взгляд, является прямо аналогией с жизнью. Если мы можем дышать всю жизнь, значит, мы можем петь всю жизнь. Значит, это связано. И когда есть инструмент, когда есть вдохновение, да, мы говорили с вами про широкие руки на каргора, был у нас урок, когда ручки раскрываем, вот как раз тема вдохновения, она здесь как бы может нам помочь с помощью инструмента. То есть я вдохновляюсь звуками инструмента, я вдохновляюсь чем-то, что меня поддерживает и с чем я могу взаимодействовать, контактировать. В данном случае это вот бубен, это может быть любой предмет. То есть вы можете сами создать себе звучащий предмет, вы можете сделать себе шейкер из каких-то там подручных средств, это какие-то шуршалки, то есть и сделать себе простейшее музыкальное оформление, чтобы вам было комфортно с чем-то поиграться, поэкспериментировать. И сами посмотрите, как творческая вот эта волна, волна творческого мышления, оно, если вы только позволите себе, оно захватит и будет проявлять жизнь вас. Вы сможете тогда участвовать в этом просто как исполнитель той самой роли, которую вот вам предписано, вот в данном случае играть. По-моему, прекрасная возможность для того, чтобы найти себе такой способ реализации, короче. Вот, поэтому я рекомендую творчески относиться к тому, как вы звучите, к тому, как вы дышите, к тому, как вы ходите, как звучат другие предметы, чтобы можно было с ними сочетаться и звуково, и как-то эмоционально, и правильно ведь говорят, то, что мы кушаем, тем мы являемся, то, что мы слушаем, наверное, то же самое, и мы это же и усиливаем. Поэтому очень комфортно, когда у вас есть любимый инструмент, либо инструмент, который, это может быть фортепиано где-то еще, какой-то еще инструмент, это может быть ветер, это может быть все, что угодно. Любой основной звук, вот у меня, допустим, вот этот тон этого бубна, вы выбираете основной тон и с ним звучите. А там уже дальше как пойдет, позволяйте себе звучать, пусть это будет неконтролируемый процесс, пусть это будет процесс творческий и в какой-то мере процесс такого путешествия по состояниям, который дает нам звук, потому что звук, он воздействует на тело, мы уже говорили об этом, но он еще и воздействует на сознание. И когда ваше сознание находится в порядке, в покое, тогда и тело себя чувствует хорошо, да и люди вокруг себя чувствуют примерно так же, как вы, потому что мы друг друга зеркалим. Вот, это такой вопрос о накопленной энергии, о том, как ее реализовывать, о том, как она восполняется, и о том, как можно не тратить свое время на болтовню, которая в голове происходит, а просто практиковать. Практикуйте, экспериментируйте, и пусть у вас появится какой-то музыкальный друг. Удачи вам. Ну, а мы в орган ГКБ еще увидимся. До встречи. С вами был Алексей Рычков. Пока-пока.